Привет друзья! Решил я почитать об истории Украины и украинцев, в украинской же Википедии. Ну и делюсь с вами впечатлениями. Я даже был немного удивлен, тому что там много правды. Несмотря на то, что и откровенные фальсификации там присутствуют. Судя по всему эту правду в современном мире, скрыть попросту невозможно. Поэтому она там есть. И да, если вы подписаны на мой канал, то спешу вас огорчить. Мне придется повторять, то что я уже показывал в других видео. В основном для тех, кто случайно увидит это видео. Я буду вам показывать статьи из украинской Википедии. Я думаю это стоит сделать, пока украинская Википедия еще существует. Для удобства, я все перевел на русский язык. Но ссылки на оригинал, будут внизу под видео. Начать хочу с того, что Россия и Русь – это одно и то же слово, именно так тут и указано. Несмотря на то, что некоторые украинские псевдоисторики кричат во все горло о том, что это якобы два разных слова и значения. Вот еще один текст. Тут мы можем увидеть, что название Русины, во множественном числе, стало употребляться под влиянием польского языка. В основном в западной части. Ну и конечно же, можете заметить любимую байку украинцев, про Московию до 1721 года. Мне кажется, что от этой сказки, они возбуждаются, возможно даже сексуально. Но наверное самое удивительное, то что я заметил. Это то, что согласно украинской Википедии, украинцы до 20 века не называли себя украинцами. И это конечно же правда. На самом деле. Это уже просто прогресс какой-то. Хотя все равно тут далеко не вся правда. Видим самоназвание Русь. Это было конечно. Только это название государства, а не народа. Видим также название Русины, что тоже было. Только при чем тут казаки? Казаками называли не народ, или нацию. Согласно опять же, украинской Википедии. Первые казаки, вообще были монголами. Это такие свободные военные люди, которые жили не только на Украине, но и в России в том числе. Но самое главное, что тут пропущено, это то, что чаще всего, я бы даже сказал почти всегда. Украинцы сами себя называли русскими. Это они постеснялись дописать. Сейчас вы видите отрывки из прессы, галичины 19 столетия. Где они сами себя, в основном, называли именно русскими. На эту тему, есть отдельное видео на канале. А вот так Богдан Хмельницкий называл свой народ. А вот густынская летопись, которая на Украине считается украинской. В самом начале летописи вообще указано, что в Киеве живет российский народ. И в этой же летописи есть русские сыновья, русские князья. Ну а сам Киев это русская метрополия. А вот так в начале 20 века называлась организация Украинский народный союз. Как видите, она называлась русским союзом. Даже сохранился агитационный лист. Который вы и видите. На самом деле я могу до бесконечности продолжать этот список. Но не стану тратить и своего, и вашего времени. А вот еще одна статья, про русинов. И здесь можем прочитать такие слова. Цитирую. Слово «русин» возникло в Украине и Белоруссии. В отличие от России, где самоназванием стала прилагательная форма русский. Ну то, что украинцы, как тут написано, также называли себя той самой прилагательной формой русский. Это я уже доказал. Причем используя украинские источники. Ну что же, переходим к слову «русин». Якобы этим словом назывались только украинцы. Вот например договор Великого Новгорода с немцами. И как видите новгородцы тут русины. А вот здесь уже и смоляне названы русинами. А вот казанский летописец, жителей Москвы, называет русинами. Которые штурмуют Казань. А вот описание Куликовской битвы. Где есть русины, и они же названы русскими сыновьями. Это из новгородской четвертой летописи. А вот в орденской хронике Детмара Любекского 1395 года. Это про ту же Куликовскую битву. Тут тоже фигурируют русины. Они же русские. И т.д. и т.п. Как видите русинами назывались не только украинцы. На самом деле в то время это были однокоренные слова. И русин, и русский, или даже русак. Все это было название одного народа. На этом все. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин